Сейчас я стою у кедры, которые в 10-20 метрах от горелифа Валерия Грушина и где-то в 200 метрах от места его гибели. На этих кадрах запечатлено место гибели Валерия Грушина. Популярный бард, создатель трио «Поющие бобры», студент Куйбышевского авиационного института, погиб, когда учился на шестом курсе. Спасал тонущих детей во время турпохода по сибирской реке Уда. Спустя полвека его друзья и поклонники приехали к метеостанции «Ходома» в Иркутской области, где в память о Грушине сделан барельеф на горе. Я в девятый раз на этом месте. Мне не просто писать эти строки, так как я была участником первой экспедиции по поиску тела Валеры. Когда ехала сюда, я думала, что увижу заброшенное место. Но нет. Место не заброшено. Участники экспедиции привели в порядок памятное место, заложили капсулу времени потомкам. В этом году, 23 октября, Валерию исполнилось бы 75 лет. В Самаре в этот день дадут концерт, листая дневники Валеры, и откроют выставку из фондов музея Грушинского фестиваля. Многие даже не знают, где он погиб. Несмотря на то, что мы каждый год силами Тамары Алексеевны музей организуем на каждом Грушинском фестивале. Она подробно рассказывает. Я помню, там тысячи людей проходят через этот музей. И тем не менее, даже в Самарской области, особенно молодые, до сих пор даже не понимают, как, что, где произошло. Участники экспедиции дали на Байкале благотворительный концерт авторской песни. Это стало возможным благодаря поддержке самарского губернатора Дмитрия Азарова и главы Иркутской области Сергея Левченко. Полный зал. Людей был. Мы не ожидали, что в таком как бы заштатном районном центре, где-то там далеко в Саянах, такое большое количество любителей авторской песни. Очень теплая встреча была. Значит, сам мэр Нижнеудинск, который вот нам во многом помогал. В феврале 2020 года пройдет традиционный зимний грушинский фестиваль. За полвека он стал не менее популярным, чем летний. Валерия Куценко, Григорий Пешаков, События.